Давай, приятель, давай, Фредди! Мы с Сиди работали в порту. Ему было лет 10-11. Мы ходили туда воровать. Весь чёрный рынок находился там. Я принёс тебе подарок. Я сразу понял, что у Сиди это хорошо получается. Воровать. И теперь этот ублюдок обворовывает тебя, да? Мне будет не хватать тебя, Фредди. Таких, как ты, больше нет. Но мы потрясём дерево, посмотрим, что упадёт. Я позабочусь о тебе. Бон ваяж, сынок! Фильмы снимались Том Харди, Кирстен Верейнг, Шон Эванс, Шарлотта Райли и Брайан Кокс. Парамону Мартины Коулу. Продюсер Уиллоу Грилс. Автор сценария Нил Бисвес. Режиссёр Дэвид Друри. Прикуп. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наконец ты стал мужиком, Джимми? Лучше поздно, чем никогда. Иди ко мне. Надеюсь, у тебя найдутся для меня ништяки в этой крутой тачке. Калча Клаб? Это что за идиоты? Ты отстал от времени, Фред. Надо наверстывать. Я наверстаю только по баблу, который потерял, пока сидел. Он скоро приедет, Мэгги. Не волнуйся. А я ещё не одета. Наверняка он уже близко. А вдруг он не приедет? Мама! Я слышал, ты работаешь на Сиди? Только тачки чиню, ничего особенного. Не волнуйся. Теперь я... Буду всё разруливать. Всё как раньше, да? Ты разоденешься, как кукла, ему что-то не понравится, и он пойдёт в загул. Мам, приготовь поесть. У нас столько дел. Ладно, девочки, пойдёмте, не будем мешать маме одеваться. Всё будет по-другому, Мэгги. Фредди изменился. У нас есть планы. Джеки сказал, что Ози заботился о нём, даже сидя в тюрьме. Наставлял на путь истинный. Да. Но вряд ли он чего-то добился. О, боже, он приехал. Боже. Я же говорила, он приедет. Быстрее, быстрее. Боже. Фредди приехал. Он приехал. Фредди! Привет, как дела? Мила, чёрт возьми. Я так скучала по тебе. Так скучала. У тебя так глаза горят, в чём дело? У нас теперь всё изменится. Почему? Привет, чувак. Так, отойди-ка на минутку. Иди к нам. Ты выросла, да? И что? У неё всё на месте, брат. Да, он не меняется. Пусть отдохнёт, Фред. Он ведь только что вернулся. Пойдём, я приведу тебя в форму. Да. Боже, это будто... Что, как в первый раз, детка? Нет. Будто. Что будто? Говори. Будто во второй раз. Привет, Сиди. Сколько лет, сколько зим? Боже, не останавливайся, пожалуйста. Уже сейчас. Дом совсем убитый, детка. Я куплю новую мебель. Ты же сказал, что мы переедем. В свой дом с садиком. Надеюсь, следующим у нас будет сын. Отвали. Мы заняты. Сиди Клэнси пришёл. Он ждёт тебя. Нет, правда, забавно. Боже мой. Здорово, Сиди, как жатуха. Пойдём, выйдем. На балкон. Присядь. Наверное, он стал чариться. Помогите ему сбросить вес, ребята. Вот так-то лучше. Ози сказал, у вас какие-то планы, что ты прямо рвёшься в бой. Но есть одна проблема, Фредди. Я всё решаю здесь, в реальном мире, на свободе. И пока ты не заслужил моё уважение, стой в очереди, как все остальные. Ясно? Да. Да. Молодец. Ну ладно, пойдёмте. Спасибо за шампанское, Фредди, я оценил. Кстати, розовый цвет тебе идёт. Я думал, он тебя по стенке размажет. Но всё равно ничего не сделал. Да? Ты ничего не понимаешь, Джимми. Вообще ничего. Что этот урод с тобой сделал? Всё хорошо. Точно? Ничего страшного, мы просто поговорили. Идём отсюда. Пока я сидел, как с тобой обращались, Джимми? Ты о чём? Ну, такие, как Сиди. Вроде нормально. Ничего особенного. Да. Ничего особенного. А ты особенный, Джимми. Как и я. Пошли. Кто здесь живёт? Микки Долтри. Мой старый приятель. Походу, он поднялся, да? Слушай, я понимаю, ты злишься на него. Но он сейчас работает на Сиди. Что с тобой, Джимми? Просто зайдём, чайку попьём. Миссис Долтри? Да. Это вам. Спасибо. Мы старые друзья, Микки. Приятно познакомиться. Он говорил, что собирается жениться, но я был за границей. На Мальте. Проходите, пожалуйста. Я Фредди. Это мой кузен Джимми. Микки стрижёт газон. Я позову его сейчас. Ребята, извините, не могли бы вы снять обувь? У нас новые полы. Но чувствуйте себя как дома. Смотри, какая конура. Чем занимается эта сумасшедшая? Аэробикой. Чем? Держать себя в форме, это модно. Вот они вернулись с Мальта. Привет, Микки. Как ты? Рад видеть тебя, Фредди. Принеси чаю, дорогая. С бисквитами? Или печенье? Круто. Наверняка она держит тебя в форме. Она стройна, как базука. Я слышал, ты откинулся. Как дела? Странное дело, Микки. Я сидел четыре года, а ты ни разу не навестил меня. Да, прости, Фредди, но я хотел. Пришёл бы хоть раз, объяснил, почему ты смылся в тот день. Ты ведь помнишь? Я надеюсь. Или нет? Я ехал к тебе, клянусь, но Филд добрался до тебя впервые. Да, и ты сбежал, слышал. А также слышал, что легавы нашли только половину суммы. Странно, да? Очень странно. Говорят, ты работаешь на Сиди. Да вроде. Да. Ясно. Ну ладно. Я думаю так. Раз мы теперь снова работаем вместе, забудем... Старая обида. Так. Начнём всё сначала. Да? Ну иди ко мне, старик. Я так скучал, обними меня. Рад видеть тебя. Я тоже рад тебя видеть. Хорошо погулял на моей бабке, да? Что? Я спрашиваю, хорошо погулял на моей бабке? Фред, не надо. Да, и ты ни пенса не дал моим детям. Ни пенса не дал моей семье. Что происходит? Микки, милый. Что с тобой? Ах ты, грязная тварь. Он всегда мечтал попасть в телевизор. Субтитры сделал DimaTorzok Открой глаза, Джеки. Мама. Ей это не нужно. Нет. Ей нужно перестать витать в облаках и очнуться. Посмотри на это. Ну давай, мама, говори. Извини, милая, он снова пошёл по бабам. Нет, его совсем не видно. Неправда. Сколько прошло? Неделя, две? Когда он последний раз был здесь? Послушай, это не твоё дело. Нет, моё. Ты лучше присматривай за девочками, а не бегай за ним, как влюблённая малолетка. Ты просто завидуешь тому, что у нас есть с Фредди. О, да, да. Что ты имеешь в виду? У вас с отцом такого не было. Ах, ты глупая мерзавка. Ты ничего не знаешь. Думаешь, откуда я всё знаю? Послушай, он не ходит по бабам, ясно? Ладно. Продолжай ему верить. Ну и чего ты добилась? Джеки? Что это такое? Дексидрин? Он приносит мне радость. И давно ты его принимаешь? Мне было трудно, когда... Когда он сидел... Все эти ночи в одиночестве. Мама не права. В этот раз... У нас всё получится. Я всё сделаю для этого. Ну и где он, Джеки? Они ничего для него не значат. Другие бабы. Они просто подстилки. Просто подстилки. Не пей больше эти таблетки. Джеки. Доктор больше не хочет их выписывать. Особенно сейчас. Я беременна. Сестричка. Милая. Это же прекрасно. Он ещё не знает. Слушай. Я поставлю тебя на ноги. Приведу тебя в порядок к юбилею его матери. Ты будешь выглядеть отлично. Будь сильной. Фредди не должен видеть тебя в таком состоянии. Да. Да. А ты помнишь, когда Джимми убежал? О, Боже. Да. А ты украл отца Монштук, и он тебя выпорол. Он два дня прятал кочергу. Где ты её нашла? Нет, не могу. Что? Не могу. Ну, скажи, где ты нашла? Ну, рассказывай. Не могу. Не могу. Нет, нет. Мы с Фредди только начали гулять, и там мы обычно, ну... Да, что дальше? Нет, Фредди. И ты засунула её куда? Ну, заткнись. Мне пришлось объясняться с Дорис. Я три недели не мог с ней помириться. Она думала... Что она здесь делает? Что? Подожди, я с тобой. Ты смотри, кого он привёл. Я пойду с тобой. Это на сорокалетний юбилей свадьбы? Конченая мразь. Фредди. Китти? Ты знакома с моим сыном Фредди? Нет, но наслышана тебя. Да? Надеюсь, только хорошее. А ты напоминаешь мне одну актрису из фильма, что я смотрел. Да. Может, офицеры джентльмены? Все говорят, я похожа на Эбру Уингер. Нет. Он назывался Глубокая Глотка. А теперь иди-ка ты в дыру, в которой мой отец содержит тебя. Не смей так говорить. Нет. Китти! Отвали! Китти! Отлично, папа. Мама плачет в туалете, потому что ты привёл сюда эту шлюху. Да ты совсем обнаглел, сынок? Мне все об этом говорят. Да, и что говорят? Никто не разрешал тебе трогать Микки Долтри. Он под защитой. И что, это ему помогло? Если ты ещё раз оскорбишь Китти, я сам тебя прикончу. Понятно? С тобой всё в порядке? Да, да, да. Всё хорошо. Да, ты в порядке, мама? Да, да. С тобой всё в порядке. Я сяду здесь, ладно? Это твоя тёлка, Сиди? Меня зовут Патриция Рейнольдс. Да. Сестра Ози. Что ж, приятно познакомиться. Я Фредди. Не время шутить, идиот. Сиди целый год готовил одну крупную операцию, он хотел провернуть её через месяц. А ты превратил одного из ключевых игроков Микки Долтри в овощ. Да, просто у нас с Микки была нерешённая проблема, и я немного переборщил. А кто тебе разрешил пробить его? Ози? Нет, я сам решил навестить его. Я куплю ему новый телек, если хочешь. Вот что мы сделаем, Фредди. Ещё одна выходка, и тебе конец. Ясно? Ози хочет, чтобы ты подменил Микки на операции. Ты войдёшь в команду Сиди. Отныне ты будешь делать то, что скажет Сиди, и он будет решать, какова твоя доля. Ты всё понял? Да? Ты искушаешь судьбу. В этом деле я мастер. Что он сказал? Я пойду грабить банк с Сиди. Что? Сиди, простил тебе выходку с Микки? Нет. Либо во время налёта, либо после него он завалит меня. Я задам тебе вопрос. Хорошенько подумай, прежде чем ответить. Ты единственный, кому я доверяю. Джерри. Ты уронила зеркало. Всё равно. Плевать. В чём дело? Скажи. Я иду на крупное дело. Денежное. И что за дело? В охранное агентство. С бандой Сиди. Что? Ты пошёл на это ради Фредди, да? Это он тебя втянул? Почему ты шестеришь перед ним? Это моё решение. Да, конечно. Что ты от меня хочешь? Чтобы я перекрашивал угнанные тачки всю свою жизнь, да? На что мы будем есть? Как мы накопим на дом? Чтобы ты не говорила, Фредди всегда заботился обо мне. Дело опасное. Я справлюсь. Ну, хватит. Не будем ругаться. Я делаю это ради нас. Сидар. Сейчас. Фредди. Да. Алло. Ты поговорил с Сиди и Пэт? Да. Всё уладил? Да. Присмотри за золотишком. Ну, не лезь на рожон. Просто посчитай, сколько всего слитков. Послушай, я хочу кое-что оставить себе. Прикрой меня. Я не доверяю ему Ози. Вряд ли я пригожусь тебе об изглавленной в темпе. У тебя есть кто-то напрямить? Да, мой кузен Джимми. Ладно. Поговори с ним. Фредди. Да. Ещё раз. Тронешь кого-нибудь из моих ребят? Я тебе уши оборву. Ты же хотел, чтобы я набил шороху. Спасибо, отец. Спокойной ночи. Приятных снов. Папа, ты больше не уйдёшь? Нет, милая. Засыпай. Каждый раз, когда я тебя обнимаю, меня прямо распирает. У тебя нет времени, Фредди. Я высушила их, Зуда больше не будет. Думаешь, у нас будет мальчик? Да. Он не такой, как наши девочки. Я тоже этого хочу, милый. Ну, иди ко мне. Слушай, я волнуюсь по поводу твоего дела. Не глупи. Нет, я знаю, ты делаешь это ради нас, ради нашего малыша. Но я хочу, чтобы ты завтра вернулся целым. Понял? На пол, быстро. Всем на пол. На пол, сказал. У кого ключи? Открывай сейф, а то я тебя прикончу. Держись меня, сынок. Не волнуйся, с твоим Джимми всё будет хорошо. Он справится. Всегда так нервничаешь. Каждый, каждый раз. Сейчас мы подожжём тебя. Я не могу вспомнить, кот. Я не могу вспомнить, не могу. Говори, кот, или мы тебя поджарим. Нет, нет, не надо. Я не помню. Это ему не поможет. Да что ты мелешь? Дай мне пять минут, ладно? Только попробуйте облажаться. Держи, приятель. Всё хорошо. Давай успокоимся и всё повторим, ладно? Ладно. В прошлую пятницу ты проснулся, и ты позавтракал. Чем? Рисовыми хлопьями. Я всегда их ём. Потом ты поехал на работу. Какая была погода. Была пасмурно. Очень, да. Пасмурно очень. Хорошо. И кого ты первым встретил в офисе? Питера? Я выпил с ним чаю. Мы поговорили о... О футболе. А я думал, он доведёт его до инфаркта. И я боялся, что он откинется. Думал. Он сейчас свалится замертво. Хорошо, что Джим взял его за уши. И прижал, точно. Хорошо, что всем не пришлось это делать, да? А что ты сделал, Джимми? Без этого он вспомнил лишь первые три цифры. За последние две мне пришлось попахать. Ну, как ты его расколол? А ты бы так смог? Джимми, расскажи всё сначала, ладно? Рэдди, иди сюда. Давай нажрёмся. Я хочу, чтобы ты оттянулся по полной вейпл, нюхнул кокса, а потом со своим соплевым братом пойдёшь домой ни с чем. Ясно. Значит, кидок, да? Думаешь, я забыл, что ты сделал с Микки? Я забираю твою долю в пользу его семьи. Как только ты вышел, ты мне сразу надоел, ясно? Забудь про деньги. Радуйся, что вернёшься домой живым. И скажи мне спасибо. А можно нам ещё шампанского? Спасибо. 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 Будь ты проклят, Фредди. Конечно, это было тогда, когда мы с Оззи ещё сбежали из Биэтт Нолгрин. У нас ещё при себе были фрукты. Но я заметил за Оззи один косяк. Он всегда зажимался в общественном туалете. Нет, серьёзно. Оззи передаёт привет. Кто говорил за это? Тихо, тихо, заткнитесь. Этот ублюдок всё равно сдохнет. Пусть лежит здесь. Разойдёмся по домам спокойно. Вы получите свою долю, это ясно? Первый раз? Нет. Зачем он потащил Джимми? Не мог один пойти? Фредди сидел, мама. Его никуда не возьмут. Тебе не мешало бы перекусить. Не сегодня, мама, ладно? Кофе хочешь? Да. Спасибо. Какой тебе Джимми? Чёрный? С молоком пьют только голубые. Давай, Чёрный. Хорошо. Сядь на место. А теперь рассказывай, что вы там устроили с кузеном. Кто позволил вам убивать Сидди? Ведь кто-то позволил. Только не я. Фредди пришлось это сделать. Он бы убил его. Правда? Я налью тебе ещё. Поэтому Сидди нанял его, чтобы потом завалить. В наше время, Джозеф, ты не мог даже посмотреть на человека без позволения. Всё шло гладко, потому что были правила. А эти сумки не хотят ничего понимать. И вот к чему это приводит. Это назревало уже очень давно. Сидди просто ждал подходящего момента. Он всем это говорил. Какого момента? Подходящего момента, чтобы убрать тебя. И стать боссом. Что? Сидди всем говорил, что ему надоело пыхать на тебя. Поэтому все решили, что Фредди исполнил твою волю. Все так говорят, на улице. Если мы с Фредди дороги тебе, то мы вряд ли пригодимся тебе. Обезглавленными в Тэмзе? Да. И тогда вообще всё покатится к чертям. Это же плохо для бизнеса. Фредди, повезло с тобой. Ты умен. Ты соберёшь хорошую команду. И ещё кофе. Да. Привет. Всё будет хорошо. И даже лучше. Ну? Извини. Мама. Умираю от голода. Всё в порядке? Да, конечно. Мама. Лучше после, чем никогда, правда? Аппетитно. Спасибо. Пожалуйста. Дай мне ещё газа. Тебе больше нельзя, милая. Заткнись, дура. Дай сюда. Помолчи, Джеки. Тише. Тише. Я помню тебя в школе. У тебя даже тогда друзей не было. Прекрати, Джеки. Милая, она просто не в себе. И у тебя были прыщи. Дай мне газа прыщавая. Да пошла ты, Джеки. Извини. Джеки, так нельзя. Нельзя так. Когда больно, то можно. Джеки, тебе же не впервой. Отвали. Знаешь, я так и сделаю. Мама. Нет, делай, что хочешь. Тише. Успокойся. Всё в порядке. Где он, Мэгги? Почему он ещё не пришёл? Не знаю. Мама. 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 Почему не открываешь дверь? Почему ещё не одета? Может, должны быть в больнице? Он бросил меня. Поселился у этой потаскухи. Тише, тише. Присядь. Он всё забрал. Даже газонокосилку. Ладно. Джимми, отведи маму наверх и помоги ей одеться. Зачем? Ты куда? Встретимся на месте, ладно? Джеки уже рожает. Я знаю, знаю. Я знаю, знаю. Ага. Ага. Что тебе надо? Подарок на новоселье. Мне кажется, наше знакомство прошло неудачно. Я не думал, что у вас всё серьёзно. Она заставляла слушать свою любимую музыку. Да. Знаешь, такую шадая. Не слышал? Нет. Я фанат Пинк Флойда. Она держит меня в форме, понимаешь, о чём я. Да, у неё хорошая фигурка. Прекрасный вкус. Готовит рыбу, как в ресторане. Твоя мама так никогда не умела. Так и не научилась. Я не смогу. Милая, ты всё сможешь. Я так не смогу. Я хочу большего. Ну ещё бы. Итак, миссис Джексон, уже почти всё. Миссис Джексон. Миссис Джексон. Миссис Джексон. Маленький Фредди. 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 Мэгги, всё, вали, Келли. Клянусь, я её с балкона выкину. Вали. Я хочу скорее лечь. Что-то мне нехорошо. Так, осторожно. Вот так. О, боже. Всё хорошо, милая. Иди спать. С ней всё в порядке. Что на тебя нашло, Джеки? Сядь. Фредди. Завёл другую. Келли Хатчинс? Нет, не эту дуру. Там всё серьёзно. Там всё серьёзно, Мэгги. Ну, иди ко мне. Это оно? Да. Это они глотают там, внизу? Да. Называется экстази. Дэз, ты же Дэз или Дэзмонд? Дэз. Ладно, послушай, я не понимаю одного, Дэз. Почему... Маккой послал базарить тебя? А почему эти храбрецы... не припёрлись сами? Вот этого я не понимаю. Я работаю на них. Что-что? Смотри-ка, какие люди. Ну-ка, налетайте на этот пирог и хватайте. У нас всё шоколадит из базара. Дэз. Карифон, здорово. Дэй пять. А ты, наверное, Фредди Джексон. Пользуясь случаем, скажу, что ты просто легенда, и для меня большая честь... Я Шейн. Шейн Рэнкин. Всё, что захочешь. Герыч, экстази, что угодно, только скажи. Мой дом – ваш дом. Всё? Для вас. Иногда он является ни свет, ни заря. И хочет. Ну, понимаешь? А я притворяюсь, что не понимаю, что я вторая за ночь. Что я не чувствую её запаха. Я не позволю этой стерве увезти его. Зачем он тебе нужен, Джеки? Сколько от него бед. Я люблю его, Мэгги. Я никто без него. Никто. Я всё обсудил с Маккоями. И у нас есть предложение. Да. Если вы в деле, надо открыть две лаборатории. Разделить риск? Удвоить доходы? Конечно. Одну закрывает, остается вторая. Что скажешь, Фред? Я хочу узнать одно. Откуда ты? Что? Ну, где ты рос? Конечно же, в Лондоне, Фредди. На Востоке. Нет, нет. Это чушь собачья. Мы все знаем, что у тебя не здешний акцент. Да ладно. Здешний. Что ты на него смотришь? Он тебе не поможет. Ну? Так где ты вырос, Клоун? Скажи мне. Виндзери. Точно. У тебя проблемы, что ли? А тебя, щенок, спрашивают? Серьёзно, давай говорить по существу, Фредди. Это же не важно. Нет. Нет, послушай. Я хочу сказать одну вещь. Так вот. Какого чёрта этот урод стрижёт бабло на моей территории без разрешения? Боже, отпусти его. Так вот, Шейн, скажи своей шестёркой, чтобы он опустил ствол и успокоился. Мне нужны только ваши бабки. Ты хорошо подумал. Вам обоим конец. Ах ты, жирный придурок. Ты тут пальцами гни, ты в Лондоне. Знай своё место. Да? И что ты сделаешь? Пристрелишь его? Может быть. Ну давай, давай. А мне плевать. Стреляй. Что? Тебе не плевать, Кит. Пристрели ублюдка, а я завалю тебя. Господи, спаси меня, Кит. Не дай ему убить меня, пожалуйста. Ладно. Будь по-твоему. Джимми, с тобой всё в порядке? Да. Порядок. Я умираю. Чёрт, я умираю. Господи, Фредди. Что ты творишь? Ты слишком много думаешь, Джимми. Это твоя проблема. Ты что, свихнулся? Это люди Маккои. Да пошли эти Маккои. Два рыжих урода. Мы должны были договориться с ними. Я знаю одно. У меня в багажнике 75 лимонов. И сегодня я с нему клёвую азиатку. Ты что, не врубаешься, что ли? Ози послал нас договориться. А ты их ограбил, как каких-то бомжей. Чёрт возьми. Все мы грешники. И что я скажу Ози на следующей неделе? Может, ты просто поцелуешь его? Сам посуди, Джимми. Ты часто с ним видишься. Разводишь гламурные базары. Может быть, пора перейти на новый уровень? Чёрт возьми, Джимми. Джимми. Зря я это сказал, прости. Слышишь? Джимми. Джимми. Ну, хватит. Поедем, выпьем пивка. Да пошёл ты! Привет, Фредди. Я описывался. Ну, иди ко мне. Я тебя помою. Чёрт возьми. Что? Угу. Субтитры сделал DimaTorzok Что у нас здесь? Ты что делаешь? Тише Фрэдди, отстань Тише Это как-то не по-дружески Я просто хочу поговорить, детка Правда? О, Джимми Как ему повезло Жениться на такой красавице, как ты Где Джимми? Мы немного повздорили Да Он серьёзно напрягся Иногда ему нужно хорошенько оттянуться Может, ему нужно перестать общаться с тобой? Фредди Ты пьян Иди спать Скажи мне, милая А Джимми правда... Правда любит тебя? Отстань Фредди Фредди, милая, это ты? Отвали Фредди Где ты? В другой раз, милая Я так нажрался Где ты, детка? Милая, я так скучала Я тоже скучал Ну, иди ко мне Парень, которого он подстрелил, приносил маккоем по 10 лимонов в неделю Он был неприкасаем А сейчас он сидит у матери и так напуган, что даже дверь не открывает Какие тут переговоры? Очень жаль Не жаль? Пока ты не прекратишь этот беспредел Это уже ни в какие рамки не лезет Он стал обузой? Нет, я контролирую его Он сам себя контролировать не может Как ты остановишь его? У нас серьёзный бизнес, Джимми Я верну ему все деньги? Нет Пусть Фредди оставит их себе Расскажи об этом, наркотики А вы, кстати, что ты думаешь? Я думаю, за ним будущее Я тоже Я говорил с маккоем, они готовы с нами работать А мне удалось замять этот конфликт И перенёк этот постарался, Десс? Да Ты нравишься ему Он верит в тебя Но Фредди и близко не должно быть Ни сейчас Ни в будущем Я согласен с ними Ты хочешь, чтобы я вёл бизнес один? Он мне этого не простит Я позабочусь об этом Поговорю с ним Нет Я не могу так поступить с Фредом Подумай о своём будущем Ну, что он сказал? Всё в порядке Я всё уладил Да? Да Он не обрадовался Но я уболтал его Ты просто гений, чёрт возьми Ну ладно Поехали Мы ожирёмся Поаккуратнее с ним Всё будет в порядке Правда, Фредди? Привет, папа, как ты? Я всегда знал У тебя Это с детства На лбу было написано Выродок Ты проклятый выродок У тебя что, крышу сорвало? Фредди Оставь его в покое Бедняга Ну, иди Я пошёл Пока Чёрт возьми Почему твои полотенца Такие мягкие? Расскажи мне о новом Наркобизнесе, Оззи О каком ещё бизнесе? С макоями Да нет, они всё прикрыли А я слышала, что нет Ты слышала? Что ты слышала? Что сказал тебе Оззи? Оззи мне ничего не говорил Ничего? Рассказывай Рассказывай Один из его парней Кое-что ляпнул в клубе Он был пьян КОНЕЦ Не учи себя А что делать? Я не хочу, чтобы ты так переживал Он возненавидит меня Подумает, что я специально решил кинуть его Плевать, что он подумает Правда? Если из-за него тебя посадят или убьют А так и будет, если ты не возьмёшь всё под свой контроль Он подтянул меня Чёрт Никто тебя не тянут Ты всем обязан одному человеку Самому себе Фредди помог тебе так же, как и ты ему Но это не значит, что ты должен гробить свою жизнь из-за этого выродка А он тебя погубит Послушай, Оззи Ты должен это сделать Зачем нам ребёнок, Джимми Если он будет расти без отца? Мэгги всегда тащит нас сюда Потому что у тети Мэгги хороший вкус А у вас ужасный Хороший вкус? Ну ты юмористка Пусть меня лучше Оззи искусают, чем я надену хоть одно её платье Мама 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 Куда мы идём? Это кульминация всего вечера. Куда мы идём? Куда мы идём? Ну? Иди, Джимми, мы мальчик. Джимми, это таверна последнего шанса. Нет, извините, я не могу. Джимми. Я не могу. Можешь, чувак? Девочки, повеселите его. Давай. Извини, я не могу так поступить с Мэгги. Забудь про Мэгги. Она наверняка сейчас ноги раздвигает. Что? Прояви чуть-чуть уважения, Фредди. Я ничего не имею против. Я просто хотел сказать, что она наверняка сейчас скачет на ком-нибудь. Фредди. Чёрт. Не смей так говорить о ней, ясно? Расслабься, Джимми. Ты же не упустишь такой шанс. Я не ты. Пропустите меня. Ты чего, Джим? Отвали я. Ты что, не впустишь меня? Не сегодня. Как хочешь. Рэдди. Это Джимми. Джимми что, Джимми? Джимми занимается экстази для Ози. Один. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Фредди. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Ты кольцо взял? Да, да, конечно, взял. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я объявляю вас мужем и женой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ози передал это письмо и попросил прочесть его вам. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак... Читаю. Дорогие Мэгги и Джимми, очень жаль, что я не смог присутствовать лично, но меня не пустили. Эти уроды думают, что я уйду и не вернусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Но в знак моей любви к вам обоим, я хочу сделать Мэгги подарок. Он откроет ей новые пути. Итак, дорогая Мэгги, Зайди в дом 24 Драйв, Южный Вудфорд, в понедельник утром. Там теперь находится твоя парикмахерская у Мэгги. Боже! АПЛОДИСМЕНТЫ Ты знал об этом? Да. Серьезно? Да. АПЛОДИСМЕНТЫ О, Джеки. Как дела, чемпион? Отлично. Ну что, ты доволен? Да. Она красавица. Я не про неё. Нам надо серьёзно поговорить, Джимми. О чём? О тебе, Йози. Я кое-что про вас узнал. Джимми, идём. Я обожаю тебя, Джимми. Милый, пора. Оставь мне что-нибудь. Красивая пара, правда? Да. Не думал, что Оззи так расщедрится. А я тоже. Я хочу тебя сегодня ночью. Рэдди, не здесь. Не будь идиотом. Вот сволочь. Джеки, хватит, слышишь? Джеки. Отстань. Джеки. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, я не понимаю. Это всё равно, что футбольные клубы. Футбольные клубы? Да. Представь, у меня Вестхэм. А ты мой менеджер. Ты управляешь клубом, подбираешь игроков, кого позвать, кого прогнать. Так, понятно. А при чём... При чём тут Джимми? Джимми все эти годы был твоей правой рукой, да? Вроде тренером основного состава. Я решил повысить его. Но как? Как ты мог повысить его, когда менеджер я? Очень просто, Фредди. Ведь я купил не только Вестхэм. Я купил ещё и Арсенал. И Джейми будет управлять им. В одиночестве. Джейми будет заниматься наркотой, Фредди. Давно он здесь? Около часа свалился, как снег, на голову. Что говорит? Джимми, мой мальчик. Вот куда ты бегал всё это время, да? Как дела, Фред? Нормально? Спасибо. Клёвый у тебя костюмчик. Это ты ему подобрал, Десс? А вы, ребята, всегда так клёво одеваетесь, да? Не хочешь уединиться, поговорить? Нет, мне здесь нечего скрывать так. Десс, мы же все большая счастливая семья, да? Ты, я, Макои, все участвуют. В большом химическом эксперименте, Джимми. У меня здесь офис. Правда? Да, я знаю. Ози мне сказал. Ну, веди меня, Джимми. Джимми, помнишь, когда я вышел из тюрьмы, я сказал, что мы с тобой особенные. Ты помнишь? Да. Да, хорошо. Хорошо, ведь я, правда, верил в это. И я всё время так думал, даже в последнее время, что в нас есть что-то особенное. Особенное. Вместе. Слушай, Фред, нет, помолчи минутку, Джимми, не говори ничего. Никакие слова уже не нужны, потому что я и так понимаю, что происходит. Может, Ози тебя уговорил, может, сказал, что так будет лучше, и всё такое. Должен признать, что я не был таким уж надёжным в последнее время. Да. Но я не думал, что ты будешь что-то мутить за моей спиной. Я не думал. Никогда. Мне очень жаль. Правда? Послушай, это бизнес, так? Я не хочу ничего менять. Не будь ты таким наивным. Теперь всё рухнет, потому что ты сделал свой выбор. Ози. Ози. Играет тобой, Джимми. Он играет тобой так же, как и мной, когда натравил меня на Сидди. Он всё продумал. К чёрту. Постой. Фредди, ты куда? Сядь. Да пошёл ты. Мы были особенными, Джимми. Играет. Папа, что ты делаешь? Я кое-что ещё, сынок. А почему ты больше не живёшь здесь? Я живу здесь? Иди ко мне. Что это? Это что за пятно? Ты описывался? Сынок, что же ты маме не сказал? Не волнуйся, я сейчас. Я помою тебя. Пойдём, сынок. Он всё время спрашивает. Почему папа не приходит домой? Почему папа не возвращается? И знаешь, что я отвечаю? Наш папа гуляет со своей потаскухой Патриции. Папе на нас наплевать. Послушай, я не в настроении разговаривать, Джеки. Неужели? Нет. Очень жаль. Скажи, Фредди, когда ты её бросишь? Эту бездетную наглую стерву. Прошу тебя, Джеки. Давай не будем. Ты не можешь сидеть дома и быть нормальным отцом? Тебе слабо, да? Оставь меня в покое. Иначе ты пожалеешь. У тебя хватило духа зачать их, но не любить. Весь в отца. Извини, что ты сказала? Ты хочешь знать, почему я хожу к ней. Правда, хочешь? Потому что я отвлекаюсь от того дерьма, в которое вляпался здесь. Ну, давай. Беги. Зачем изменять старые привычки, Фредди Джексон? Я решу все твои проблемы. Мы сами прокормим себя. Пока ты снова не пустишь по ветру все наши деньги. Ты просто трус. Ты трус, Фредди. Что ты сказала? Кто я? Я сказала, что ты трус. Слава богу, у нас есть Джимми. Иначе бы мы умерли с голоду. Какой ужас, Джекки. Да ладно, пустяки. Он просто животное. Не говори так, Мэгги. Он никогда этого не делал. Никогда не бил меня. Слушай, ты должна от него уйти. Он не виноват. Это я. Я оскорбила его. Простите меня. Простите. Простите. Мэгги, Джимми наверху. Где Фредди? Что? Фредди где? Устаны. Ты что творишь, Фредди? Тебе некого бить? Отойди-ка в сторонку. Только такое ублюдо, как ты, мог так поступить с собственной женой. Мэгги, иди домой, пока я не забыл, что мы с тобой родня. Я тебе никакая не родня. Ты кусок дерьма, я заставлю развестись её с тобой. Что ты сказала? Надо было сделать это давно. Но сейчас я её точно заставлю. Не суй свой нос, не своё дело, иначе тебе конец. Я тебя не боюсь, Фредди. Я не боюсь тебя. Ты прирождённый неудачник, и все это знают. Всё, всё, пойдём. Ты ответишь мне за эти слова, тварь. Убери руки. Я ухожу. Только не ходи в район красных фонарей. Милая. Легко сказать. В компании похотливых мужиков. Милая, мы едем в Амстердам не отдыхать, это бизнес. Поехали. Ну, поцелуй меня. Я буду скучать. Когда вернёшься, продолжим. У Ким и Майка на первого ушло полтора года. Музыка Музыка Продолжение следует... 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 Спокойной ночи. Ну, что сказать? Это не так прибыльно для нас, Джимми. Джимми, пойми, везде сейчас падают цены. Послушай, приятель, никаких поблажек не будет, и ваш продукт нечистый, да? По-твоему, мы его бодежим? Сами проверьте. Это из вашей последней партии. Мы не можем снизить цены. А ваш кузен Фредди сказал, что ты разумный человек, что с тобой можно договориться, поэтому мы и пришли по доброй воле. Фредди ничего не решает. Отлично. Увидимся. Все в порядке. Мы поднимаем. Почему они свалили? Не знаю. А что думаешь? Где Фредди? А? Тебе не обязательно идти, ты же понимаешь. Он ждет меня, иначе что-то заподозрит. Хочу увидеть его в последний раз. Ну, иди сюда. Иди. Что вообще этот ублюдок оставил нам? Тебе и мне. Ничего. Вот. Только так мы можем что-то изменить, детка. Ты же сама понимаешь, Пэт? Ненавижу этих турок. Не доверяю им. Я тоже, но они нужны нам. Так что плевать. Надеюсь, они не облажаются. Что с тобой, старушка? Ты плачешь? Нет. Просто плохо себя чувствую. Пэт. Тебя никто не обижает? Нет. Все в порядке, правда. Просто я простудилась. Гарри, подойди сюда. Платок у тебя есть? Да. Спасибо. Держи, милая. Спасибо. С днём рождения. Да. Вот, держи. Это тебе. С днём рождения, мой мальчик. Какой красавчик вырос, да? Прямо копия папашки. Спасибо. Что нужно сказать? Спасибо. Пожалуйста, сынок. Ну, давай. Открывай. Давай смелее. Не стесняйся, открывай. Передавай привет дьяволу. Из чего она сделана, Мэгги? Из итальянского мрамора? Ничего себе. Из итальянского? Значит, лучше не садиться. Остань, мам. Вам помочь, тётя Мэгги? Нет, спасибо. А вообще-то принеси джем из холодильника. Ну, что скажешь, Джимми? Лучший подарок в мире, дядя Фредди. Да? Ну, чемпион, покажи-ка мне свой замок. Ладно? Иди сюда. Вот так. Смотри, не сломай, Фредди. Я король этого замка. Что? Я король этого замка. Ты мой мальчик. Мой. И сколько спален в этой шараге? Семь. Когда родишь ещё пятерых, торопись, надо наверстывать. И что? Стать такой, как ты? Хватит, не надо. Как это хватит? Отпусти его. Иди ко мне, Джимми. У него мои глаза, правда? Иди сюда. Может, нам пора завести второго? Убери свои руки. Мы можем сбежать вдвоём, начать всё сначала. Присмотри за ним, ладно? Ты куда? Мне нужно прилечь. Голова раскалывается. Не скучайте без меня. Что с ней такое? Понятия не имею. Ну, иди ко мне. Джимми, смотри, какой торт. А вот это настоящий день рождения. Давай, подуй хорошенько. Давай. Молодец. Ни перед чем не останавливаешься. О чём ты говоришь? Теперь решил уложить магия? Ты что, уже нажралась? Я всё видела. Ты приставал к ней. Кто ещё к кому приставал? Вы с мамой едете на такси. А я сваливаю. Дэс, проходи. Привет, Джимми. Как дела? Да так. Что такое? Оззи зарезали. Что? Да, он может выжить, но он при смерти. Что случилось? Оззи зарезали. Он умер? Нет, пока. Кажется, это был турок. Один из кусанов Хамита. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Будь готов. Он всё равно придёт за тобой. Рано или поздно, Джимми. Я знаю. Знаю. Поговорим утром, Дэс. Ладно. Что такое? Не спится? Мне страшно. Страшно за тебя. Не бойся. Я всё слышала. Они попытаются убить тебя. Не говори глупости. Никто меня не тронет. Это не глупости, Джимми. Я понимаю, что происходит. Ничего не случится ни со мной. Ни с тобой. Ни с маленьким Джимми. Я обещаю. Слышишь? Джимми. 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 Что с тобой, милая? Да ничего. В последние дни тебя как подменили. Я просто волнуюсь за тебя, ясно? Пойду попробую заснуть. Я этого не ожидал. У Уоззи много врагов, я не удивляюсь. Это война за территорию. Всё просто. Ты чаще меня общался с ними. Что они говорили? Я не знаю, кому он насолил. В последний раз, когда турки приезжали в порт, Хамид был всем доволен. Да? Да, он шутил, подкалывал ребят и всё такое. Он даже пригласил нас на свадьбу своей дочери. Что-то не укладывается в голове. Что? Мне кажется, у турок на это духа не хватило бы. Помнишь, как мы гоняли тут на великах? Помнишь, что лето? Очень жаркое. 76-й год. Ты ещё тогда тусил с этой узкоглазой. С кем? С Розе Филлипс. Точно, с Розе Филлипс. А я пялил её сестру Люси. Ты не представляешь, что она заставляла меня с ней делать. Щёкнутая. Да? А у тебя был этот пиджак. Какой пиджак? Кожаный. Я завидовал, хотел такой же. Привет, Джимми. О чём базарить? Привет, Джеки. Ты помнишь пиджак Джеки, который он носил в юности? С клёпками на спине? Да. Конечно. Он надел его на наше первое свидание. И танцевал, как Элвис. И что с ним стало? Да. Отец сжёг его. Сказал, что мне нужно купить костюм и идти зарабатывать. Ублюдок. Фредди, всё, пора. Ты готов? Пора идти. Фредди, надеюсь, ты готов? Фредди, открой дверь, иначе тебе достанется. Я не боюсь тебя. Фредди, открывай дверь, или я позвоню отцу. Фредди, слышишь? Я звоню отцу. И что он сделает? Он никогда не приходит. Фредди, даю тебе последний шанс. Всё мне надоело. Я звоню отцу. Он бросит тебя, ты, тупая старая корова. Что? Он сбежит от тебя с тётей Мэгги. Я слышал их разговор. Что? Когда ты слышал этот разговор? Сынок, скажи мне, когда ты узнал об этом? Что? Ничего. Ничего. Я просто подумал. Мы ведь ни разу не говорили с тобой с глазу на глаз. Ведь так? О чём ты? И мне очень жаль. Ты знаешь, я всегда... Немного завидовал тебе. Совсем чуть-чуть. Завидовал? Да, мы с Джимом, кореша по жизни, а тут появляешься ты, неизвестно откуда. И становишься его лучшим другом, которому он доверяет, которому он ценит. Может, потому что ты слишком безбашенный? Ну да, в этом ты прав. Да. Мне нравится, что мы всё перетёрли, Дезмонд. Я всегда ценил твою честность. Я Дез. Где корабль? Вот он, Дез. Эксклюзивные прически Мэгги. Ладно, малыш, увидимся. Я заберу тебя от бабушки. Моя мама записана на сегодня? Нет, а что? Ты на сегодня не записана, мам. Заткнись, милая. Я сюда пришла неэксклюзивную прическу делать. С тобой всё в порядке? А ты как думаешь? Ты что, уже выпила дочкой? Не лезь, мама, ладно? Хоть раз. Не лезь? Да. Пойдём в мой кабинет. Нет. Я хочу всё обсудить. Здесь. В этом гламурном магазине. Ладно. Говори. Ты давно спишь с моим Фредди? Это что, шутка? Я всё видела. Вы обхаживаете друг друга, как влюблённые голубки. Так всё, проваливай отсюда. Нет. Я не уйду, пока ты не скажешь мне правду, шлюха. И не лги мне, стерва. Я давно уже наблюдаю, как ты трясёшь перед ним своими прелестями. Мама, замолчи, успокойся. Я не догадывалась. Но теперь мне всё ясно. Что тебе ясно? Ты всегда завидовала, что я с Фредди. Ты спятила Джеки? Завидовала с самого начала. Я видела, как ты на него смотришь. Джеки, что за глупости? Господи, как это очевидно. Ты хотела его всё это время, да? Теперь я всё поняла. Тебе что? Не хватает Джимми? Он не справляется, да? Хватит, Джеки. Идём. Я знаю одно прикольное местечко. Как там, Мэгги? Не в курсе? Что? Вы же общаетесь, да? Наверняка ты заметил, что она в последнее время не в себе. Не понимаю, о чём ты. Но брось, Дэс. Все знают, что у Мэгги и Джимми проблемы. Это ни для кого не секрет. Она ходит с кислой рожей. Да о чём ты? Джимми её не удовлетворяет. Это доводит бедную Мэгги до белого коленя. Вот зачем тебе нужен мой муж. У твоего не стоит уже? Что ты мелешь? Пошла ты, стерва, слышишь? Не прикасайся ко мне. Я ненавижу твоего мужа. Ненавижу. Да. Я бы никогда не позволила этому жалкому ублюдку прикоснуться к себе. Ты что, не врубаешься, Джеки? Или у тебя дерьмо вместо мозгов? Да я лучше умру, чем позволю ему прикоснуться к моему телу. Где мой Джимми? Что? Куда он делся? Фредди? Фредди, Джимми, где ты? Фредди, Джимми! Фредди, Джимми! Джимми бесплоден. Он не может взачать ребёнка. Не будь идиотом, у него сын. Это не его сын. Что? Поверь мне, я знаю, Джимми не его отец. Откуда знаешь? Потому что малыш Джимми… Он мой сын. Да, он правда мой, вне всякого сомнения. И Мэгги тоже об этом знает. Помнишь, вылетали в Амстердам открывать лабораторию? Пять лет назад. Да. Так вот, в ту ночь я вломился в дом Джимми и изнасиловал Мэгги. И, о чудо, через девять месяцев… И знаешь, что самое смешное? Я люблю этого пацана. Правда, люблю его. Наверное, даже больше остальных детей. Но я не могу с ним видеться. Господи, такой груз с плеч упал. Это я виновата. Не волнуйтесь, вся полиция ищет их. Вы не понимаете. Я ужасно поступила. С моим собственным сыном. Это не ваша вина. Не мучайте себя. Нет, моя. Я ужасная мать. Куда мы идем, Фредди? Смотреть на поезда. Ты же любишь поезда. Вы что там делаете? Уходите оттуда. Я сказал, уходите. Второй, третий, слышите? Второй, третий. Да. Какие новости? Хорошо, поняла. Конец связи. С ними все в порядке. Мой Фредди. Боже. Я никогда не отпущу его. Больше никогда. Все хорошо. Все хорошо, милая. Никогда не отпущу его. О, Боже. Что вы делали? Фредди. Пожалуйста, я... Не трону тебя. Мы просто хотим знать. Зачем вы так далеко ушли? Мы хотели... Уйти подальше от криков. Ты очень сильно набугал маму. Обещай, что больше никогда не будешь убегать, ладно? Ладно. Вот это мой мальчик. Спокойной ночи. Как ты себя чувствуешь? Виновно. Как Мэгги, малыш? Все хорошо, спасибо. Как крокодил из Питера Пэна. Тик-ток. Тик-ток. Они придут за тобой. Да, я знаю. А знаешь, кто они? Да. Турки. Наверняка долго планировали. Да нет, Господи, открой же глаза, Джимбо. Туркам нужен был наводчик. Который знает про нас всё. Все наши привычки. Все контакты. Нет. Он не мог зайти так далеко. Фредди на это не способен. Нет. Не только Фредди. 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 Моя младшая сестра. Моя плоть и кровь. Грустно, да? О Патриции я уже позаботился. А ты разберись со своей стороны быстро и чисто. Ты точно это знаешь? Ты уверен на всё сто? Ты же не идиот. Думаешь, он не смог бы поступить так же с тобой? Фредди монстр. Время придёт. И придётся убить того, кого любишь. Ты не понимаешь. Ози очнулся. Он общается с Джимми. Он знает, что это была я. Нет никакой связи. Он знает это. Это же Ози. Пэт, всё в порядке. Что ж, господа, мы точно знаем одно. Ози нам не достать. Но Джимми не знает, что это ты. Или не уверен? Нет, в последнее время мы почти не разговаривали. Ваши жёны всё-таки сёстры. К чему ты клонишь, чёрт возьми? Нужно отрезать Ози от его родни. И быстро. Я думал, вы поговорите с Джимми. Брось, Фредди. Ты же знал, что придётся это сделать. Рано или поздно, раз мы так поступили с Ози. Лучше бы ты сделал это сам, а не поручил своим торговцам шаурмой. В Турции мы бы залили твой поганый род цементом. Да. Но здесь Евросоюз. Фредди. Фредди, послушай. Это должен быть ты, понимаешь? Только ты можешь подобраться к нему. Где здесь туалет? Заверху. КОНЕЦ 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 Ладно. Моя дочь собирается венчаться на следующей неделе. Джимми будет там. Я возьму Тони на себя. Буду ждать наверху в баре. Нет. Я не буду делать это на вечеринке. Только не на глазах семьи. Лучшего шанса может не быть, Джимми. Нет. Это венчание Кимберли. Она работает у моей жены. Он бы не стал церемониться. Вспомни, что он сделал с Сидди. Я постараюсь выманить его к себе в машину. А я буду поджидать на парковке? Нет. Ты оставайся в баре. Тогда он ничего не заподозрит. Прости. От выпивки у меня началась паранойя. Может, пора завязать? Я пытаюсь. Он еще встречается с ней? Да. Я делаю это ради Ким. Сегодня ее праздник. Господи, Рокс, сделай потише. Я не шучу. Не сделаешь тише, я выкину эту проклятую шарманку из окна. Господи, разве это музыка? А мне нравится. Ты уже старая мама. Сама ты что слушаешь? Флитфокс Мак. Чем тебе не нравится? Твоя мама была крутой рокершей, правда, Джеки? Конечно. Я как-то ездила с одной группой в тур. Пять месяцев колесила. Помнишь? Да. Как они назывались? Газолент Энджинс. Помнишь, они были ростом со своей мотоцикла. Мама с папой были в шоке. Сколько тебе было? Боже, сколько и Роксани. Пятнадцать? Нет, да. А вокалист выкинул меня в Кэмберсенс. Пришлось добираться домой на покутках. Да нет, папа ездил за тобой. Все понятно, да? Да. Когда ты приедешь? Через час. Фредди. Вчера вечером я видела машину. Там сидели два мужика, и я забыла купить молока. Не волнуйся, милая. Я приеду проверю, слышишь? Да. Пожалуйста, быстрее. А Джеки ходила в ночной клуб. Фейзос. Журналом суд в руке, чтобы узнавать футболистов. Мэгги, я не шучу. Привет, девочки. Мэгги. Фредди. Пап, у тебя чумовой костюм. Да. Ведь моя дочь венчается. А где Фредди? Я отвезу его к твоей матери, а потом встретимся в баре. Спасибо. Фредди, иди сюда. Вот хороший мальчик. Пусть Тони приготовит шмали, а то я нервничаю. Как Джимми? Давно не видел его. Всё хорошо. Вечером будет. Ладно. Я на пять минут. Дверь не открывай. Дверь не открывай. Дверь не открывай. КОНЕЦ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пап, все в порядке? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошу, Мэгги потом заберёт его. Иди ко мне, милый. Твой братишка тебя ждёт. Фредди-младший тоже здесь? Да, оба сорванца сегодня здесь. Проходи, внучок. Фредди завёз его полчаса назад. Не волнуйся. Я с них глаз не спущу. Хорошо. Не шали, милый. Тебя что-то беспокоит? Нет, всё в порядке. Увидимся. Да. Чей! Ты посмотри, где ты прятался такой красивый. Я тебя люблю. Он будто из Мистер Биг, слишком модный для наших дней. Рад тебя видеть, Джеки. Здравствуйте, дядя Джим. Это мне? Спасибо. Боже. Это не сон? Какая красота. Давай, посмотри. Прелесть, как красиво. Примерь-ка, принцесса. Снимай всё и надевай это. Давай, давай, снимай. Дай-ка сигарету. Все такие милые. Ну, выпьем. Раз, два, три. Классное жерелье ты подарил Ким. Лерунда. Она так рада. Всё светится. Ну и какой он её избранник? Тони? Молодой. Толковый парень? Сейчас все умничают. Хотят сразу поднимать по-крупному. Он ловит каждое моё слово. Ты для него легенда? Если бы он знал. Он мне кое-кого напоминает. Нет, ты всегда смотрел в будущее. Даже в самом начале. Честно говоря, Тони никогда не станет лидером, но хотя бы присмотрит за Ким. И с Джеки у них хорошие отношения. Он заходит к ней, когда меня нет. Это хорошо. Я всегда знал, что мы будем такими же. Стариками, которые сидят в баре и рассказывают, какие толстые задницы у их жён. Ну, а так будет, да? Да. Да. Давай немного прокатимся. Давай. Я хочу кое-что обсудить с тобой. Да, подождём часок. Как там, Ози? Хорошо. Поправляется. Да, Патриция говорит то же самое. Ози, Симпсон, подозреваемый в убийстве своей бывшей жены Николь Браун. Почему он едет так медь? Наверняка он убил эту женщину. Дедушка. Что, внучок? Можно в туалет? Зачем спрашивать разрешения? Конечно. Только не разбуди маленького Джимми. Полиция предполагает, что он едет в свой особняк в Брэнфурде. Более 20 вертолётов следят за ним. Налей-ка ещё. Давай. Сереги. 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры сделал DimaTorzok Все в порядке, милая Мама здесь Все в порядке, я здесь, милая Все хорошо, все будет хорошо Фредди, это ты? Фредди Это его новая игрушка Диггер Она была завернута В этот пакет Мы даже не думали, что так бывает Ведь наш Джимми Он умный мальчик, он знает Как играть с такими вещами И вообще он спал Клянусь Я сама его уложила Я спела ему песенку Наверное, он встал И надел этот пакет Но зачем? Я не пойму Вы первой его нашли, миссис Саммерс? Нет Я Может, он не хотел, чтобы я видела его таким Где они? Идем Проходите Мы дали ей успокоительное Где Джимми? Он в морге с ребенком Милая Я побуду с ней Ладно Я буду ухаживать за тобой Все будет хорошо, слышишь? О, Боже Иди ко мне Не надо, не надо Все хорошо Успокойся Он умер? Он правда умер? Мама Мне очень жаль Господь не хотел, чтобы он жил Где Фредди? Он знает? Пакет был привязан к его голове Что было привязано? Пакет Пластиковый пакет привязан к голове Джимми Как это привязан? Затянут шнурком Я убрал его, чтобы никто не увидел Нет, он не был способен на это Джимми не умел шнурки завязывать А это был не Джимми А Фредди-младший Фредди-младший убил его Я только хотел сказать это вам обоим Джимми Я не знаю, что сказать Не подходи ко мне Это Был мой сын Что мне сделать, скажи Вот кого ты вырастил Твой выродок убил моего бедного сына Прости Этого недостаточно Извинения недостаточно Что ты от меня хочешь Чтобы я это чудовище Больше не видел Никогда Что это значит? Джимми, что это значит? Это ты виноват Он вырос безбашенным убийцей, как и ты Не вытаскивай, если не будешь стрелять Не вытаскивай, если не будешь стрелять Мой малыш Мой малыш Мой мальчик Фредди, стой, Фредди Фредди, иди сюда Пусти Я ничего не делал Мама Заткнись Я ничего не делал Папа, не бей меня Пожалуйста Как ты мог поступить так с Джимми? Он же такой маленький Как ты посмел Смотреть на меня Как ты посмел Обидеть не будешь Как ты посмел Ты любил его Больше меня Что ты делаешь? Оставь его в покое Фредди, отпусти его С тобой все в порядке Господи Да что с тобой такое? Боже Что происходит? Почему ты напал на него? Что? У этого жалкого щенка не было ни единого шанса, да? Ты о чем? Почему? Джимми-младший был такой добрый, красивый А наш Фредди стал таким Что есть у Мэгги, чего нет у тебя? У нее есть Джимми Вот это сокровище, мать его Точно Да У нее есть Джимми Да, Джимми Вот кто у нее есть Думаю, он ей очень помог Фредди, стой В чем дело? Говори Пожалуйста Выспись хорошенько Я поехал по делам Эти он так и не надел И эти тоже Оставь их Мэгги Он не хотел появляться на свет Бедный мальчик У него не было шансов Мэгги не мучить себя Ты что делаешь? Зачем ты раздоряешь вещи? Я хочу их выбросить Зачем? Его еще не похоронили Так надо сделать Господи, Мэгги Откуда этот цинизм? Я сама буду решать Что мне чувствовать Он умер И я хочу сделать то Что нужно Хочешь посмеяться? У меня новый адвокат Горячая азиатка Она уже подала иск на досрочное освобождение На основе того, что тюремное начальство неуважительно ко мне относится Отлично, Ази Будь я на свободе Я бы не допустил такого беспредела Ты думаешь, я слишком жесток? Нижай твоего сына, Джимми Но ты должен понять Слабых Никто не щадит И никому не показывай, что ты страдаешь Ведь тогда они слетятся как стервятники А ты должен закончить то, что начал Убери турок Потом Грохни Фредди Я так и планировал Отлично Но не потому, что ты мне приказал А потому, что Всё зашло слишком далеко Сядь, Джимми Пошёл ты, Ази Почему он не одет? Он не идёт на похороны Почему? Он слишком маленький, вот почему Да Ты прав Но куда мы его денем? Джозеф возьмёт его Я позвонил, договорился Слава Богу Слава Богу, что с нами всё в порядке Представляешь Что они сейчас переживают? Каково это потерять ребёнка? Слава Богу, ты жив Слава Богу, ты жив Слава Богу, ты жив Слава Богу, ты жив КОНЕЦ Нет, я не могу. Успокойся. Успокойся. КОНЕЦ Ты присматривай за ней на работе. Помогай ей. Она не просит о помощи. Очень гордая. Что нашла на твою мать? Да не знала. Как приехала, ни слова не сказала. Что ты здесь делаешь? Я хотел прийти ради него. Я всё знаю про тебя. Правда. Говори, что ты знаешь. Я знаю про тебя и Турок. Про тебя и Патрицию. Про покушение на Оззи. И что ты хотел убить меня после венчания Ким. Тебе конец. Я подожду день. Потом ты труп. Что смешного? Да, Джимми. Джимми, Джимми. Думаю, что ты всё знаешь. Но нет. Ничего ты не знаешь, да? И чего же я не знаю? Ты не пристрелил меня в морге. В этом твоя проблема, Джимми. У тебя кишка тонка. В тебе нет мужского стержня. Понимаешь? Не забывай. Если бы не я, ты бы до сих пор был мальчиком на побегушках. Когда я покончу с тобой, я займусь твоим сыном-убийцей. И перережу ему глотку. Понял? Мы вспоминали, каким славным мальчиком был Джимми. Тебя не должно быть здесь. Я больше всех имею право быть здесь. И ты знаешь это. Уходи. Да. Это был наш сын. Да. Я знаю это. И ты знаешь это. И скоро все остальные узнают. Я поехал домой. Ты снова нажралась? Клёво. У нас никогда такого не было, да, Фредди? Чего? Ты никогда не хотел этого со мной, да? Поэтому мы до сих пор живём в этой конуре. Я не понимаю, о чём ты говоришь. Но я еду домой. Не то сестру выбрала. Тони. Тони, Тони. Налей мне ещё вискаря. А ты в курсе, что Джимми хочет завалить меня? А знаешь почему? Знаешь, почему он хочет завалить меня? Потому что я отец, чёрт возьми. Господи. Ты ранен. Нет. Это не моя кровь. Что с тобой происходит, Джимми? Отвечай. Я знал, что ты его не любишь. Что? У меня сердце разрывалось, когда я видел, как он тянется к тебе. Как он просит любви. Которую ты не могла дать. Но потом ты изменилась. Будь ты проклят. Джимми хочет убить меня. Что? Увози Фредди отсюда. Увози его отсюда как можно дальше. Почему? Почему его, Фредди-младшего? Почему? Потому что Джимми и его тоже убьёт. Зачем Джимми трогать малыша Фредди? Потому что Фредди убил моего сына. Я так и знала. Джимми-младший был твоим сыном. Он был твоим сыном, да? Я так его любил. О, Боже. Джимми. Фред. Послушай, нам нужно встретиться. И всё обговорить. Называй время и место. Джимми, у тебя в последние дни голос изменился. Говори, Фредди. Да. Я должен... Много рассказать тебе, приятель. Хватит трепаться. Сегодня в шесть вечера. У Седера. Нет, пожалуйста. Не надо. Что ты сказал? Не надо больше. Не волнуйся. Скоро ты увидишь своего брата. Куда мы идём? Поедешь к бабушке. Побудешь у неё немного. А вы с мамой? Я не хочу быть один. Послушай, Фред. В общем, я не буду врать тебе. Так? Ты уезжаешь из-за того, что ты сделал с Джимми. Я знаю, почему ты это сделал. И мне на самом деле жаль. Потому что это я. Я виноват. Надо мне было лучше к тебе относиться. Все должны были лучше к тебе относиться. Я не хочу! Так нужно. Иначе дядя Джимми убьёт тебя, понимаешь? Сынок, ты должен быть смелым. Идём. А мама когда приедет? Скоро. Я обещаю. А ты? Тоже скоро. Давай, садись в машину. Вот, здесь немного денег. Вам хватит на какое-то время. Что будет между вами, Джимми? Я не знаю. Я растила вас, чтобы вы заботились друг о друге. Я растила вас, чтобы вы заботились друг о другом. Я растила вас, чтобы вы заботились друг о другом. Что? Такую же прическу. Шэрон? Да? Войди на лач, будь добра. Ладно, спасибо. Так. Придётся много состричь. Ты уверена? Думаешь, Фредди понравится? Это для меня важнее всего. Рассказывай, в чём дело. Хочу выглядеть, как ты. Для Фредди. Я знаю. Что? Про Джимми-младшую. Фредди рассказал. Он был пьян в стильку. Так что, я знаю правду. Какую? Хватит прикидываться, Мэгги. Помнишь, я как-то пришла сюда и орала, что ты строишь глазки моему Фредди? Хватит прикидываться, Мэгги. Надо же. Джеки, он меня изнасиловал. Чушь собачья. Я знаю, ты его соблазнила. Он вломился в мой дом и вытащил меня из ванной. Заткнись! А после того, как кончил в меня... Он плюнул мне в лицо, дав понять, кто я для него. Нет. Я смотрела, как Джимми относился к этому ребёнку. Он любил его больше всего на свете. И всё время, всё это время я знала, что этот милый... Милый, добрый мальчик... Что он родился от насильника. И как ты думаешь, что я чувствовала, Джеки? Я тебе не верю. На сколько он опаздывает? На полчаса. Запомни, после первой рюмки ты уходишь. Как скажешь. ПОЕТ НА ИНОСТРАНОЕ КАНЕЦИЯ ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Думаешь обо мне? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Что тебе надо? Мне тоже больно. Как и тебе. Что? Я себе места не нахожу. Я так хотел побыть рядом с тобой, разделить горе. Разделить? Да. Это же наш сын, Мэгги. Нет. Что? Ты ведь знаешь, это как и я в душе, что это наш милый мальчик, и что я любил его. Любил больше всего на свете. Он не был твоим, чтобы любить его. Понял? Мой Джимми никогда не был твоим, и поэтому он был такой милый. Не говори так, Мэгги. Как такой бездушный монстр, как ты можешь кого-то любить? Что ты сказала? Фредди, ты раковая опухоль. Да, ты рак. Всей нашей жизни. Так. А я думал, мы с тобой. Ты спятил? Да. Ладно. Наверное, теперь Джимми убьёт меня. Но он никогда не будет относиться к тебе так, как раньше, да? Ты о чём? После того, как я расскажу ему всё. Это меньшее, что я могу сделать. Лицом к лицу. Не смей. Не говори Джимми. Всё это? Да, всё. Для тебя скоро закончится. Не закончится. Чёрт возьми, Мэгги. Проклятие. Проклятие. Джеки. Помоги мне. Мэгги спятила. Проклятие. Ты что, оглохла? Ну же, вызывай скорую. Вызывай скорую, дура. Проклятие. Где моя мобила? Вот чёрт. Твою мать. Твою мать. Рэдди не появился? Нет. Сколько уже прошло? Пять месяцев. Как думаешь, что с ним? Это ты мне скажи. Я тебе уже сказал. Я ни при чём. Джеки. Как ты? Как ты? С тобой всё в порядке? Ну как тебе на новом месте? Отлично Обживаемся Даже купила Фредди собаку, правда? Да Какой породы? Лабрадор Фредди уже придумал ей кличку Бритни Бритни, о боже Он гуляет с ней у моря Так ты у моря? Джеки, скажи, где ты живёшь? Мама хочет увидеть Фредди Не надо Почему? Не хочу, чтобы кто-то из наших знал С них это собачье дело Но может мне скажешь? Зачем ты уехала? Пришлось Ради Фредди-младшего Ради Фредди, почему? Не хочу, чтобы он вырос таким, как его отец О чём думаешь, Джимми? О том, что будет, когда я выйду на свободу? Нет, я думал о Сиди И Фредди А что? Они были твоими шестёрками, да? Пока ты сидел, у них всё пошло не очень-то хорошо Один получил бутылкой в шею Второй пропал так резко Что я даже не успел Пристрелить его К чему ты клонишь? Просто мысли вслух Выходит, что и у меня перспективы не особо радужные Не пойду ли я след за ними? Ты мне нравишься, Джимми И всегда нравишься У тебя есть мозги А у других? Их нет Ты не такой Знаешь, кого ты мне напоминаешь? Меня Нет, нет, нет Ты мне пригодишься, когда я выйду Пока не перестану быть полезным Что? Ты... Со всеми так поступаешь, да? Используешь А потом выбрасываешь Я не хочу быть твоим врагом, Джимми Враги, друзья, тебе всё равно Фредди знал об этом Ты совершаешь серьёзную ошибку, сынок Думал, у меня не хватит духу прикончить Фредди Поэтому убрал его сам Я хотел убить Фредди Убил бы его Без твоей помощи, чёрт возьми Охрана Для тебя всё кончено, Джимми Не думала, что буду скучать по нему Странно Ты ведь полжизни с ним прожила Да Сколько времени впустую Не думай об этом Ты справишься и без него Я рада за тебя, Мэгги Правда Рада, что теперь всё хорошо Но мне не нужна твоя жалость Ни сейчас, ни в будущем Мы сделали То, что должны были сделать Теперь всё кончено Да? Да Покойся с миром, милый Джимми ничего не заподозрил? Нет Пусть всё так и останется Спасибо, Джеки Ты же моя сестра Ну, я пойду У меня скоро поезд Ладно Ты это счастлива? Да Благодарю Господа каждый день Я больше повторять не буду Ещё раз разозлишь меня? Жди ночных гостей Я поговорил с остальными, Ози Заткнись Я тут говорю Это последнее предупреждение Ах, вы гады! Джейми просил попрощаться с тобой Что готовишь? Курицу с карри Отлично Не знаю, что со мной Но я буду рада есть твою курицу с карри каждый день Как она? Вроде нормально Сказала, где живёт? Нет По-моему, ей просто хочется, чтобы никто не трогал её и Фредди-младшего Думаю, это к лучшему Ну что, долго ещё? Я умираю от голода Всё приходит к тому, кто умеет ждать Да Оператор Оуэн Макноллин Композитор Ру Барретт Фильм озвучен по заказу телеагентства «Русский репортаж» Композитор Ру Барретт